Меня учит о судьбе. Что у нас Токтаров Монсон делает? Странная причина отмены боя у Емельяненко. Ему на руку прыгнул котенок, сильно расцарапал. Я начинаю кричать на рефере, меня арестовывают. Дон Кинг? Мы практически прожили два или три года в реальном противостоянии. А что касается Анатолия Сульянова? Я тебя в Майами зарежу. Поднимается занавес и симфонический оркестр на 120 человек. Им действительно управляет Рой Джонс. У кого есть имя Ляненко, тот управляет мировыми единоборствами. И вот эта фраза, что это, если не троллим? Я штукатурмаляр, плиточник-облицовщик высокого разрядка. Самый эпатажный промоутер страны. Вежливо, но беспощадно. Владимир Хрюнов. Его фразы часто становятся заголовками, а интервью рождают громкие споры. Дуализм леет мотив шумной карьеры Хрюнова. Например, в его послужном списке есть и лишение лицензии промоутера, и награда за организацию первого в истории отечественного профбокса чемпионского боя на территории России. Причем и награду, и санкции Хрюнов получил от одной и той же организации. Возможно, рекордное количество скандалов в джентльменском спорте числится за Хрюновым, но совершенно точно ему принадлежит рекорд по количеству зрителей на боксерском шоу. Парад дисгармонии. Он организовал титульные бои Александра Поветкина, Дениса Лебедева, Роя Джонса-младшего, а потом Максима Топора, Вячеслава Дацека и впервые за долгие годы вывел на профессиональный поединок Ивана-младшего брата из семьи Емельяненко. С Владимиром есть о чем поговорить и о чем поспорить. В этом интервью мы узнаем историю противостояния с Доном Кингом, почему перестал работать со многими из тех, кому помог стать чемпионами мира, о подковерных играх в мире бокса и как Владимир Хрюнов в бандитских 90-х заработал свой первый миллион. Принципиально чем отличается, например, организация турнира, когда вы начинали и сейчас? Тогда, по вашим словам, вообще все прекрасно. Нет, наоборот, тогда было больше рисков и ты рисковал сам. Деньгами, репутацией, здоровьем. А деньги в основном отбивали на билетах и на трансляции? То есть классическая модель спортивной? Билеты, спонсорство, да. Но у меня было несколько ивентов, которые были рекордными. Был ивент, который достаточно странно начинался. Долго бы не могли понять, кто будет в главном бою. У Дениса Лебедева не было соперника. И тогда я думал, ладно, давайте следующую вещь сделаем. И мы выпускаем афиши Костя Дзю, Рой Джонс. Вы сейчас иногда этим приемом пользуетесь? Да, но начали покупать билеты. Рой Джонс на этом ивенте был, был, дирижировал симфоническим оркестром. Костя Дзю был, был, тренировал Лебедева. Люди насыщенные были. Но вот на этот ивент я продал на миллион долларов билетов. А вам не кажется, что это немножко фокус? Полный крокус. Чтобы не сказать по-другому. Это не манипуляция сознанием. Это указываешь на то, что привлечет внимание. Ну, не продался и не продавался никогда. Там Денис Лебедев в чистом виде, да еще с Санта-Дером Сильгада. А вот на это, ну... Ну, люди же могут... Извините. Сейчас в интернете все можно узнать, увидеть. А тогда люди могут разочароваться. Извините, извините. Когда придут и не увидят своих. Когда ты пришел в зал, поднимается занавес. И симфонический оркестр на 120 человек. И им действительно управляет Рой Джонс. Ты что, уйдешь недовольный оттуда? Но вот сейчас вы как думаете? Вы уже сказали, что сейчас легче организовывать. Но и в том числе благодаря соцсетям. Сейчас тебе не обязательно... Если у тебя раскручен аккаунт, то ты запускаешь афишу. И о ней все знают. Обратная связь того, что происходит в соцсетях, которая приведет к покупке билета или приведет к решению посмотреть это, я думаю, что она очень маленькая. 10-15%. Большая роль в телевидении. У телевидения своя аудитория, которая доверяет. У телевидения уже определенные способы принятия решения. И наш канал, например, смотрят люди, которые свою жизнь построили сами. И ты должен делать продукт, которому они доверяют, которые они будут смотреть. То есть вы считаете, что основная аудитория бойцовского клуба РЕН-ТВ это не люди из интернета? Нет, это телеаудитория. А эти люди смотрят в итоге какие-нибудь YouTube промоушены? Или это совершенно другие люди? Совершенно другие люди. И для другого возраста? И для другого возраста. Это на основе статистики вы говорите, да? У меня такое ощущение. Конечно. Но можно это замерить, а я думаю, это совпадет. А еще складывается такое ощущение? То, как нас смотрят. Есть же цифры, что нас посмотрело такое количество людей. Что такое интернет промоушен сегодня? Все нормальные сети заблокированы или начинаешь разбираться. Я ни разу не смотрел на YouTube. Ни одного шоу. Ни одного? Ни одного. Там есть пятерка очень мощных интернет промоушен. Я ни одного ни разу не видел в хардкору. Я не знаком с Ульяновым. Я вообще не понимаю. Мы поговорим по этому. Мне просто интересно. Интернет же рождает очень много героев, в том числе, которых мы потом приглашаем подраться на турнир бойцовского клуба. Это не герои, которым хочется подражать. Это не герои, это герои с очень узкой аудиторией. Но иногда и злодеи на экране интересно. Ну, не злодеи. Они совершенно другие, когда оказываются у нас. Я к тому, что совершенно игнорировать YouTube промоушены, насколько это верно, если они рождают новых звезд для нового поколения. На этой критерии действительно есть люди, о которых говорят, и ты на него все равно на этого человека смотришь. А как его посмотрят? Почему на него посмотрят? Вот Слава Даци, которая у нас дерется часто, он, наверное, самый лучший пример, потому что он все-таки часто мелькал на экранах ТВ, но после выхода из местных, столь отдаленных, о нем стали вспоминать благодаря интервью в интернете и боях в интернете. Он до сих пор непогашенная судимость, и с ним все время проблема, связанная с официальным статусом. Он индивидуальным предпринимателем не может стать, он не может вести предпринимательскую деятельность, у него ограничения существуют. Из-за этого не погашенная судимость. Да. Мы сейчас не раскрываем никаких тайн налоговой сейчас не придет к Славе. Я просто к тому, что именно интернет сделал его снова знаменитым уже в новом поколении. Слава Дацик, его сделала федерация бокса, Умар Назарович, который его выдернул из культурной среды совсем другой и направил заниматься боксом. И Слава Дацик у нас каждые два месяца дрался, 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 дрался. Он на моих шоу только дрался не знаю, 8 или 10 раз. Вы не принимаете вот ту спорттусовку, которая сейчас у нас на YouTube развивается. Они стадионы собирают. Но опять же, как собирают? Они не продают билеты. Глядя на просмотры и глядя на полные трибуны, так или иначе, у людей есть интерес к ним. Те же кулачные бои, те же там... Они есть, это своя аудитория, это аудитория ориентирована на каждого отдельного бойца. Но здесь существует грань, включат ли эти люди потом и телевизор. У нас все равно приоритет, чтобы нас лучше посмотрели. Я не об этом. Я о том, что вы как промоутер в любом случае организовываете много турниров. И почему не попробовать силу где-нибудь на каком-нибудь интернет промоушене? Их же много. Занят. Мне это неинтересно. Хватает работы вне интернета? А что касается Анатолия Сулиянова? Я не знаком с ним. Откуда у вас перепалка в интернете? Нет, я с ним не знаком. И ничего о нем кроме хорошего сказать не могу. Он действительно тратит много сил на развитие единоборств. Дай бог ему здоровья. Иногда на пресс-конференциях я слышал, как будто вы подстебываете. Я прям прямых оскорблений не помню, но как будто бы вы не называете бренд, не называете человека, не переходите на личность, но отсылка чувствуется, как будто бы в сторону промоушена. Вот эти отсылки они воспринимаются сразу. многими. И реагируют многие почему-то думают. Действительно, это лишь призыв к тому, чтобы расти и двигаться как-то дальше. Я все к чему. Тот же самый трэш-ток между, например, бойцами, если это добрый не переходить на личности, он наоборот подогревает интерес к бою. И в том числе и противостояние между двумя промоутерами он тоже может подогревать интерес к индустрии. Но... Никогда не видел результаты от этого. Не могу себе представить трэш-ток между Добобаром, Доном Кингем. Откуда тогда у него такая ненависть к вам? Я не знаю. И предположение не знакомо. Просто необъяснимая, наверное, да? ненависть... Барбамия Киргуду знаете, Ладно, хорошо. И давайте перейдем к нашему последнему турниру. Вы его как оцениваете? Как один из лучших. На основе чего вы так говорите? Но у нас шли очень долго споры внутри, какой бой поставить главным. Я считал, что это Токтаров-Монсон действительно удалось собрать и хороший спортивный бой, и Токтаров-Монсон, ну и месть за Олейникова славы удалось вообще избил этого Ули Томпсона. Так что тут... Мнения в интернете разделились. Одни говорят, ну старики-разбойники там устроили шоу и так далее, другие ругают. Вы как к этому относитесь, что ветераны выходят на ринг и... Это же опять люди, которые для тех, кто смотрит канал, отождествляют их собственную жизнь. Очень много людей знают Олега Токтарова как киноактера, очень много людей симпатизируют Монсона как человеку принимающими важные и твердые жизненные решения. Ну в том числе я открыл два десятка или три десятка спортивных школ, которыми занимались. Поверьте, ни разу не было такого с Монсоном, чтобы он спрашивал а сколько мне денег или там что-то такое. Он... Старая школа такая. Да, и он такой озорной. Монсон, очень озорной человек. Но это было видно по поединку. Что он ругался, он хотел победить по боксу. А Олег переводил в парт. Ну и смотрелось это очень очень красиво. Неожиданно. Но смотрелось. Вы как считаете вот такие поединки они так или иначе привлекают внимание к боксу или как говорит вторая сторона хейтеров она позорит бокс. Вот для вас. Не то, не другое. А как? Это очень хорошее зрелище в моменте. Это оно не мотивирует заниматься боксом как видом спорт. А совсем другое назначение. Вот это все хотят посмотреть. Это с удовольствием все посмотрели. Вам не кажется что смотрят в том числе и потому что это общемировая тенденция бокса. Людям не столько интересно в любом случае интересен высокий уровень спорта. Но больше всего людей привлекает истории. То есть истории людей. Они хотят следить за теми кто тянет за собой какую-то историю. Это всегда идол. Это всегда человек личность которая привлекает тебя к экрану. А у нас к сожалению последнее время это безгеройское время. или герои узких аудиторий или люди не реализовавшие себя в чем-то другом идут обзывают угоняют джигули или еще что-то делают. А здесь у Токтарова с Монсоном есть то что очень многих не было. Действительно существующая аудитория существующая репутация и наша задача была это взять и умножить. Очень много людей в интернете писали что такие поединки позорят бокс. Вы бы что людям этим ответили? Я бы с ними встретился и спросил почему они позорят бокс. Люди из других видов единоборств одели перчатки как-то соблюдали правила. Но нет у него базы подготовки боксера. Естественно когда складывается какая-то ситуация он на рефлексах начинает резко защищать себя. Вот то что мы видели. С другой стороны поскольку я причастен мне тоже хочется сказать несколько слов на эту тему. Никто не говорил что это будет бокс высшей пробы. Мы все говорили что это будет шоу. надо заметить что когда я выходил на Монсон Токтаров я не слышал режиссера в ухе. Из-за того что трибуны стояли на ушах. Так или иначе интересно как два ветерана побились. Потом другой сценарий. Например если бы они стали драться и где-то к середине второго раунда устали. все сказали ну что они устали. А тут никто не устал все время двигались. Упали. Никто не говорил что это бокс. Шел но это было интересно. доля какая была в конечном итоге? на этом бою. Уже пришли результаты вы проанализируете 17. Это очень высокая доля. Высокая хотя средняя доля ивента 6-8 что то вот так. То есть до боя и после боя было гораздо ниже доля чем на донатарах такой всплеск. Интересно. Если так разобраться вот последний ивент вам не показалось что хотелось бы в некоторых боях больше интриги? Нет все я вообще думал что дацик проиграет вот как раз главный бой это все сходились во мнении что он самый непредсказуемый потому что никто не ожидал что этот парень приедет и приговорит Алексея Оленика в моменте вышел мстить и дацик бил любыми частями тела но он был очень рад после поединка он несколько раз кричал что Алексея мы отомстили отомстил у него была цель отомстить и он отомстил не кажется ли вам что в последнее время бокс как будто уходит на второй план то есть на первый план выходят смешанные единоборства в частности бокс не уйдет никогда бокс его величество это эзотерический вид спорта как будто я вижу вот я выхожу на спорт площадку я вижу больше брендов именно тех которые пришли к нам из смешанных единоборств я вижу секция открывается каждый день но это именно смешанные единоборства а не бокс это другое потому что у смешанных единоборств подача агрессивнее потому что смешанное единоборство не требует постоянной монотонной спортивной подготовки как в случае бокса очень много людей которые занимаются смешанными единоборствами и не занимались спортом длинно вообще а вообще история UFC это то как изменить свою жизнь не прикладывая особенно много усилий и вот меня все время интересует этот вопрос частно на пресс-конференциях у меня сложилось такое впечатление будем откровенно говорить что вы просто иногда троллите аудиторию и вам нравится когда многие не могут распознать этот троллинг и у них начинает бурлить и мне кажется что вам это доставляет удовольствие нет это другое ты для себя намечаешь цели и это тоже видел случай Дона Кинга спрашивают одно отвечает в ответ вообще другого содержания он говорит то что ему нужно было сказать поэтому это выглядит как диссонанс ну вот например естественно я счастливее любого кто меня о чем-то спрашивает потому потому что знаю что дальше будет хорошо в моменте когда вы говорите что у кого цитата была у кого есть Емельяненко тот управляет мировыми единоборствами и вот эта фраза что это если не троллинг да 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 почему мировые мировые ну вот что это если не троллик на вас же смотрят канал и вы смотрите глазами тех кто смотрит канал естественно люди которые смотрят канал и бойцовский клуб они убеждены в том что они смотрят лучший в мире бойцовский проект они же по этой причине нас включили это не троллинг но может хотя бы в России почему во всем мире потому что при или во всем мире по по версии Владимира Хринова так же тоже нет 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 это не только мое мнение потому что мы перешагнули классику и ушли в своем развитии уже куда-то дальше мы же не спортивный канал но вас не смущает фраза что у кого есть дацик и Эмилияненко тот управляет мировым единобор сейчас они оба отдыхают кстати я готовился к этому интервью я прочитал что там какая-то странная отмена странная причина отмены боя у Эмилияненко младшего пока еще не стартовал с печи скажем так нет там вы конкретно говорили его мама сказала что ему на руку прыгнул котенок сильно расцарапала а почему мама ей звонил менеджер Бурчак и говорит почему Иван не приехал на сбор а мама говорит что прыгнул котенок на руку расцарапал он пока не может готовить серьезно и сколько пройдет восстановление что говорят хирурги в октябре надеюсь выступит когда вы видите такое повышенное внимание к вам да и когда многие начинают оспаривать такие фразы как это лучшее шоу во всем мире вы как к этому относитесь у вас вызывает это злость недоумение непонимание нет нам было уже сказано вот в этом моменте реализовано а после зачем об этом то есть каждый раз когда вы об этом говорите это не образ для меня троллинг вы действительно в это верите раньше было очень важно оценка одного человека моей мамы а сейчас оценка моей работы пожал руку мне генеральный директор канала сейчас пожал и очень крепко хорошо значит делали вместе очень хорошую работу часто когда вас представляют начинают с приставки легендарной мне все было интересно откуда появилась приставка легендарной во-первых заслужил во-вторых кто-то прозанимается 30 лет тоже станет легендарной а кого-нибудь еще в россии можно называть легендарной это откуда один из моих учителей донкин человек который нужно обращать на самого себя внимание и обращать внимание нужным способом потом обращен на такое раннее внимание вынуждено получается для каждого обывателя вполне естественно опция например вы с ним летели в самолете он берет 100 долларов достал стюардесси ну-ка объявите что здесь легендарный донкинс естественно он объявляет весь самолет ресторан пришли в Майами большой столов на 300 стоял столов в сторонке не дают что-то он объявит я ресторан пришел легендарный донкинс нет ну это откуда-то началось я от самого меня но мне кажется жить не мешает Александр Загорский все время добавляет инвар Загорским я познакомился в Санкт-Петербурге в 90-е и нас отняли автомобиль который мы купили и мы вдвоем с товарищем что делать закончились деньги но были оплачены гостиничные номера и тут в гостинице подъезжает свадьба на свадьбе же все друг другу не знакомы ради Вася быстро красиво ты со стороны гостей жениха и со стороны невесты зашли вот эту свадьбу в Загорске у меня в голове отложилось потом как бы у меня не было сомнений кого именно я предложил ринканонса но Загорский такой человек который меня жаловался президентом серьезно давайте по порядку вот эта свадьба которую он в каком году было я думаю в году так в 90 в 90 а как вы с ним поздорили что он начал жаловаться президентом и каком убийце ситуация следующая он провел успешно Лебедев Роджонс а потом когда мы начали с ним обсуждать уже Лебедев Джеймс Тони что-то не в цене не сошлись ну одним словом Гернин Загорский кто-то другой а Загорский в это время работал на обои Федя Емельяньки их пригласили Чеппер президент министр спорта Федя и Загорский у президента какого-то вопроса есть и он говорит меня Хрюнов обижает мне звонит Матков что случилось скажи пожалуйста я говорю вот в этом вопросе буду принципиальный раз тем более появились из всех шоу которые вы организовали вы каким гордитесь больше всего я был супромоутером шоу в Майами Хабиб был Хабиб Хуан Гузман официально бой был за два титула IBO и WBA местный промоутер сориентировался на местную публику и ожидал триумсла но сделаем несколько ошибок которые связаны с чем есть такое понятие культурное развитие и культурный интервалитет Федерация IBO руководил Этли Вин юлей дал национальность WBA ослабленная старейшая латинская организация и они думали что им достаточно своего влияния у меня тоже было влияние патрионарь но WBA научила сегодня я делю мне твои друзья а завтра они тем же составом могут работать против тебя и на взвешивание анонсер объявляет бой состоится за два титула это в Майами и Эдли Вин руководитель федерации бокса Майами и Хенри Ревалда выходит говорит мы не будем драться за еврейский титул глаза я вышел в чем дело мы не будем санкции платить нас это не интересует я говорю что ты себя строишь палестинского партизана я заплачу за обоих перевожу что это означало одного бокового судью назначала комиссия WBA двух местная федерация бокса Эдли Вин весь такой вспылил поехал в офис оттуда не звонит вот список из девяти судей выбирай есть среди них евреи двое бой вообще получился сумасшедший Хабиб снес фактически Гузмана два нокдауна иногда он не считает я начинаю кричать на рефере меня арестовывают в том почему-то Гузман падает с ног восстанавливается и начинает считать очки якобы травма там не знаю ну что-то придумаю и считают первый судья отдал победу Гузману 22 тысячи зрителей ура второй судья отдал победу Хабиба Лахвердиима и третий судья отдал победу новый чемпион мира стал Хабиба Лахвердиима этот повернулся ко мне проклятые евреи на меня такой показательный момент они потратили кучу денег они пригласили рэп-концерт вот все что вы знаете о рэпе было там и бастараемся и бастараемся и фехтицент все прям невероятное количество и много огромный рэп-концерт огромный стадион и это все оказалось зря нужно было быть просто культурным человеком это наверное большое дело потом большое в Венесуэле есть арена полидору до меня там проходил бой Мухаммед Али Кен Нортон после этого там не было боксерских шоу такая она полузапущенная и когда я приехал в Венесуэлу у меня спросили где бы я хотел в Палейдро ее как-то привели в себя вот но там в Венесуэле я случайно познакомился с российскими военными думаю что это наверное ракетчики не зря их Америка боится и мы договорились что когда анонсер этого шоу обратится к зрителям от Тайги до Британских морей и тут 400 человек встает и кричит Красная армия всех сильней вот это нет но такого много на самом деле но эти два которые первые приходят в Голд если была бы возможность убрать все остальные и оставить только два то остались бы только вот эти нет я еще есть и в Википедии и в американском пазле я российский промоутер который первый организовал и провел бой за звание чемпиона мира для российского боксера в России это Москаев Петер Акева мне как промоутеру принадлежит мировой рекорд по количеству зрителей на боксерском шоу за какое именно достижение вы получили за перчатку это другое 220 тысяч зрителей было на боксерском шоу в Волгограде и это везде во всех источниках зафиксировано а вот это где-то сзади напополам болтается до Вахоя со своими 120 тысячами а там получается на этом шоу столько людей пришло конкретно на бокс или же там были еще какие-то фестивали артисты но это все было после а так начинается все боксерское шоу губерниев сидит комментирует в прямом эфире все вообще великолепно декорации соответствующие танки немецкий самолет это называется эклектика когда ты смешиваешь аудитории и всех ведешь в одно место но то что эта аудитория пришла к нам это совершенно точно когда Света Кулакова шла к рингу и у нее песня с чего начинается родина когда с чего начинается родина и когда тебе 200 тысяч человек ответят с картинки в твоем буквале это вы организовали там только боксерское шоу все остальное это уже отдельное да не все 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 шоу вот конкретно бокс который как вы говорите был гвоздем этой программы да вот вы сейчас помнили Кулакову а у вас ведь помимо нее еще по-моему с десяток людей которые стали чемпионами мира когда вы с ними работали давайте перечислим кто туда входит александр поветкин два брата чудиновых денис лебедев тройновский бахтин по-моему григорий дрозд это 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 актив это большие звезды и мне вот интересно почему не удалось удержать обычно промоутеры стараются плотно начать с ними сотрудничать чтобы не отпускать таких звезд это нужно понимать в каких исторических условиях работал и у меня никогда не было целью кого-то удерживать самое главное это было вот наверное другое что есть у меня и на что я стал обращать внимание это признание того что я менял чьи-то судьбы вот мы с Денисом Лебедем знакомились когда у него был очень сложный период в жизни он жил на съемной квартире вот а заканчивали работу он уже был чемпионом мира многие Денису Лебедеву даже сейчас хейтеры в комментариях припоминают те последние удары когда они бились с Роя Джонсом те последние удары после которых потерял сознание в предыдущий бой боксирует в Германии чисто выигрывает бой у Марка Хука остается совсем чуть-чуть но я вижу что он устал я сам ему говорю Денис не спешит и так выиграл но начинают считать записки и Денис проиграл психологически в голове что если бы он форсировал последний раунд и может быть там добил этого Хука он бы еще в предыдущем бою стал чемпионом мира но я ему прямо в ринге сказал Денис следующий бой с Роя Джонсом да и когда вернулся в Москву быстро очень нашел адвоката Роя Джонса я говорю такой это бой в России Денис Лебедев такая-то сумма такой-то аванс хорошо аванс плачу после того как вы приедете на пресс-конференцию но это был такой большой риск и они прилетают в пресс-конференция в день пресс-конференции продается билетов на 300 тысяч долларов аншлаг думаю что делать еще продал потом билеты на взвешивание потом билеты на пресс-конференцию перед боем все это просто как бы ну такие серьезные вещи потом кстати в кулуарах обсуждали вот эти среди профессионалов обсуждали эти последние несколько ударов нет ударов он что Стив Смугер рефери он не дал команду стоп Денис на него посмотрел стоп он нет нет с точки зрения правил он сделал все абсолютно правильно потому что пока рефери не остановил бой продолжается знаете вообще правило профессионального бокса защищай себя все время да что бы ни происходило на ринге что бы ни происходило на ринге с этой точки зрения с хищнической точки зрения все абсолютно верно у нас на пресс-конференциях вы периодически говорите о таких вот ну людях эпохи там Дон Кинг Майк Тайсон а при каких обстоятельствах вы с ними познакомились так что могли вместе обедать в ресторане не на деловой встрече а на дружеской мы практически прожили два или три года в реальном противостоянии это это было Лебедев Гильермо Джонс да да только хотел сказать мы назначаем встречу в Панаме я приезжаю он опаздывает ровно на неделю до этого лично вы не были знакомы не были да потом я сижу в холле гостиницы подходит человек в военной униформе с автоматом и говорит мне по-русски Владимир да едешь с нами сажают уазик такого типа джип и везут тоже в отель приводят и там Дон Кинг ну как произвело впечатление мы договариваемся обо всем он говорит ну договорились давай быстро напечатаем подписываем его адвокат напечатал подписываем это было совсем не то о чем мы договорились это выяснилось потом дело в том что это уроки доверия и недоверия одновременно потом Дон Кинг пытался этим воспользоваться да он грубо говоря сжульничал в этот момент да но в связи с тем что ты сжульничал значит это не считается а разве так можно если ты ставишь подпись то уже не имеет значения нет он знает о чем мы договорились но с юридической точки зрения он мог доказать то что написано в контракте а вы как будто бы нет я говорю давай выберем ты живешь по понятиям как ты говоришь или ты вот живешь на основании бумажки который ты мне обманным способом подсунул ну да и у Дона Кинга у него до сих пор в окружении очень много людей которые с ним сидели там один Дон Бананев говорит ну да эта бумажка неверная обманул а так это длилось мы по многу времени много много очень времени проводили вместе полетели к Чавесу Чавесу разговаривал ну часа два не останавливаясь а как это происходит вам звонит Дон Кинг и говорит тут человек есть интересный давай поехали мы поехали он говорит давай бой Гильермо Джонс Лебедев проведем в Венесуэле Чавес дадут деньги и говорю ну я не верю в это ты летишь со мной и мы полетели в Венесуэлу прям прямым ходом президентский дворец они дружили это был его личный самолет нет мы на регулярном самолете полетели регулярно ездил потом оттуда летали на Кубу потому что охраны Чавеса это были в основном кубинцы встречали с Фиделем Кастро мудрейший человек такое прям впечатление включение энергии нужны для него минуты и значительно кратно превосходящие энергию любого собеседника всех тех кто находится рядом в помещении но звучит честно говоря как сценарий боевика для моего поколения потому что вы говорите о легендарных личностях и тут мы с Доном Кингом полетели к Фиделем Кастро это все для чего производил впечатление Дон Кинг? да это ему нужно было зачем для того чтобы вы пошли на уступки в каких-то условиях Гильермо Джонс сам по себе провел бой в Венесуэле деньги дали только Дону Кингу я этому не протестовал хотя имел на это юридическое право а почему же он зауважал? он по сути прогнул свою линию получил денег и как будто бы обошел очередного промоутера было не так ни разу он меня не обошел в Перу на конгрессе ВБА решался вопрос по поводу положительной допинг пробы Гильермо Джонса а две ночи до этого выглядели как сначала мы с Доном съездили на ранчо какому-то человеку ну прямо скажем похожим на наркобароны потому что стоял наряд полиции дальше стоял наряд каких-то вооруженных людей не полиции потом заехали очень большая территория и человек 120 танцует танец духовой оркестр все это веселиться накрытые столы и хозяин всего этого тоже подошел сел с нами и говорит слушай все что Дон говорит мы всегда признавали и делали и тебе тоже совет о чем именно речь ну у вас там какая-то проблема а вы сколько лет друг друга знаете он говорит 45 они друг друга знают вот ну Дон он часто принимал участие во всяких невероятных финансовых схемах поэтому думаю там может его деньги через Дон проходили а дальше мы попали к Дону в гостиницу и он мне говорит самое главное это честность и дружба это говорит Дон Кинг да и это длится не знаю часов 15 забавно да у него там двое помощников сменяются да а мы опаздываем утром должно быть финальное заседание WBA решается я думаю я в отличие от него не пью он пьет еще что-то там делал не знаю что-то еще делал время от времени то сильно бодрый то сильно уставший вот и в конце концов у него кончается сила он засыпает я иду заседание WBA Гильерму лишают титула Лебедев опять чемпион тут он прибегает и пытается наброситься на президента WBA на это и потом ко мне поворачивается подходит ты наверное самое страшное приключение в моей жизни а я в твоей их не трогай мы же с тобой разбираемся те прям буквально сбежали вот ну и потом все это катится и идет все к реваншу можем остановиться на этом моменте мне вот интересно почему вы так настаивали на взятие допинг проб то есть это чуйка или у вас есть было какое-то подозрение вам какая-то инсайдерская информация почему вы так наставили вот на этом моменте ты подозреваешь преступника есть такое понятие криминал филинг подозревая его подозреваешь вот все что можно сделать в этой ситуации плохого то мне там кое на что не хватило знания я не знал что они сделают себе перчатки с острыми краями которые потом разрежут Дениса Лебедева лицо а потом Дон Кинг здесь когда второй раз ловим Гильерму Джонса положительная проба полная арена людей боя не будет поймали улетели я улетел я просто знаете о чем думал что может быть вы его видели там за месяц там или за два за три он был в ужасном состоянии а потом вы смотрите что он там великолепной форме я вообще не смотрел на это нет я все сразу понял по тому как они друг на друга смотрели по тому как они себя ведут что он заряжен препаратами запрещенными в надежде что проскочит и они сдают у нас была допинг проба до боя за три дня до боя сдают пробу который уезжает в Швейцарию ну естественно как-то за три дня получил результат но не знал с кем связывался да я уже был на связи со швейцарской лабораторией в течение двух часов после того как проба туда поступила они прислали везде официально Гильерму положительную и мы прям заходим в арену и Дон я говорю Дон вот он положительный вот негодяй я так и знал а потом меняется опять кричит нет все неправда все подстроили выйди в кровь выходим и он говорит я тебя в Майами зарежу почему вот ты это все устроил и говорю нет ты отсюда не уедешь потому что у нас допинг статья подпадающая по уголовный кодекс вы наркобанда они выбежали из этой арены по клумбам куда-то Дон Кинг сообщил в посольстве за ним прислали школьный автобус и вместо того чтобы лететь бизнес-классом утром они ночью улетели эконом-классом куда-то в Германии самое смешное было видео где Дон Кинг прячет свои волосы под какой-то кепкой очки плащ накинул чтобы его не узнать убежал и после этого вы с ним уже были в контре почему виделись после этого был суд и у него высудили Андрей Рябинский очень крупную сумму почему потому что мы очень долго готовили этот контракт и я вижу что он манипулирует я говорю давай так ты же не собираешься обмануть нет тогда давай в ответственность напишем что отвечает Дон Кинг лично Дон Кинг по себе опа и прилетел ему миллион двести но последний раз когда виделись мы опять очень много времени провели это уже была судебная ситуация по поводу боя Александр Поветкин Бербент Стиверн вот они друг на друга подали в суд и с моей помощью пытались найти какое-то примирение я был у Дона Кинга дома вокруг дома стоит большое количество легковых машин он ни одну свою машину не продал вот сколько было так все и стоят за это время такой достаточно современный дом современная система безопасности но внутри он живет один но если до этого можно было сказать что вы так обозначить что в приятельских отношениях конечно после этих судебных тяж вы уже ничего это не значит каждый за свое я за свое он за свое нет и когда у него был вот что я запомнил в этот день выступал Трамп он встречался с президентом Китая и Трамп вышел на полянку халява для китайцев закончилась будут платить пошлины отдельных китайских товаров в Америке не станет мы победили Китай и Дон Кинфер поворачивается посмотрим чем Китай ответит и он ответил и коронавирусом и всем этим вот прям точно запомнил его слова тогда да вы ведь из Казахстана да вы туда переехали ваши родители переехали и бабушка на земле я не буду спорить даже нет родители там были целинники и я родился да в Джамбульской области а каким вам помнится Казахстан до вашего детства это очень красивый самобытный вкусный добротный трудолюбивый край никто не знает но вы мастер спорта по гандболу ну как получилось когда призвали в армию там при части существовала команда которая состояла из достаточно серьезных игроков включая игрока сборной СССР так получилось их расформировали но в гандбол играет восьмером вот ровно восьмого человека и не хватало моя роль там какая-то была но взял мяч быстро отдал и действительно мы выиграли и мастер спорта СССР и получил армию а что нужно выиграть большой всесоюзный турнир и он был среди спортсменов или спортсменов военизированных нет спортсменов получается из армии через два года вы вернулись мастером спорта да а в армии были какие-нибудь там дикие истории например деды дедовщина вот это закончилось ровно через полгода закончилась гандбол а мы были при учебной части и получается я получаю погоны младшего сержанта бригаду из 164 новобранцев и подъезд девятиэтажного дома задания штукатурные работы столярные работы плитка на этом спорт закончился да да но нужно было представить вот вам 18 лет вы об этом не знаете ничего и тут а еще процент судимости такой же как процент успеваемости в институте большая часть вообще не склонна к какому-то труду и но у меня получилось я именно за этот подъезд получил отпуск а вы часто бываете в Казахстане нет долго уже не был получается там родственники остались нет я был уже сейчас став промоутером ездил на бой бейбута шуменова в чимкенте оттуда на машине ездил на свою родину заходил в свой дом соседи там поузнавали но вы обратили внимание насколько любит единоборство в Казахстане там ММА боксы если там объявляют какой-нибудь турнир крупный то арена битком да а вы не думали как бы на свою можно не знаю как правильно назвать малой родиной тогда да и сейчас в Казахстане сделать турнир так получилось что занимаясь рукопашным боем мне пришла идея и мы несколько шоу проводили на футбольных стадионах представляете что такое 30 тысяч человек пришли на единоборство почему не сделать турниры бойцовского клуба РНТВ в Казахстане например у нас лучше еще впереди и я думаю что мы в России обязательно проведем стадионный турнир и в Казахстане или в Узбекистане тоже там мне кажется будет сумасшедшая атмосфера там ребята умеют и хотят ходить на турниры в 90-х вы демобилизовались и я так понимаю что в 90-х вам нужно было где-то работать что-то зарабатывать начали заниматься предпринимательством что именно вы делали? у меня существовало предприятие которое созданное мной имело филиалы от Бреста до Якутска и занималась поставкой и сервисом компьютеров и множительной техники у меня сертификат номер 3 на обслуживание множительной техники канон выданный маркбейни корпорейшн еще проходил не это и у меня тогда сразу возникло понимание в какой системе должна быть эта работа это достаточно серьезное время скажу так что в то время оборот этого предприятия был сравним с МММ но МММ они торговали из одного офиса а у меня было большое количество филиалов а как вы стали владельцем такой большой компании совладельцем совладельцем да у нас было пять человек но я не видел чтобы меня остановило а деньги где брать в те времена чтобы вложить в этот бизнес была очень высокая рентабельность пять восемь раз в десять раз зарабатывали и вы стали развивать просто резко резко обрело такие обороты по законам жанров в девяностых обычно когда компания очень хорошо развивается приходят дядьки говорят ну видим вас все хорошо и у нас должно быть тоже все хорошо подходили не видел ни разу таких дядек которые подходили но видел много чего почему то есть от обычных ларьков до больших заводов приходили у вас огромная компания на всю страну то что всегда было понимание справедливости и силы всегда чувствовал силу потому что делал только справедливые действия у меня большое количество людей работало у нас предприятие базировалось Грозного научно-производительное объединение волна с гербом СССР на печати был большой целый кластер направления бизнеса сельскохозяйственного у меня почти 400 человек работало в пряжу вставляли пух Вы считаете что бандиты не приходили только лишь потому что из вложения к труду? нет куда ходить? зачем ходить? деньги получить? нет везде где они ходили была какая-то уязвимость и повод если ты не даешь повода зачем к тебе придут то они не приходят ну да но так как бы это конечно коснулось и друзей убивали но это уже вторая половина 90-х бизнес побольше стал да у нас было предприятие где мы были 11 совладелицев живых двое как пришла идея в голову стать промоутером? никак я инженер-механик по образованию и был в совете директоров восточно-сибирского завода металлоконструкции моя задача была комплектация завода и поиск заказчиков а счет находился в Москве под моим управлением в банке Дил которым управлял мой товарищ и он говорит что ему нужно перезанять какую-то незначительную сумму но очень быстро потому что он банковскими деньгами выдал кредит который пока не вернули я говорю хорошо потом говорит эти деньги не могут вернуть потому что потому почему ну вот что-то неудачное а что в активах? он говорит боксеры и мы с ним приехали в горный университет там действительно сидят боксеры я интересуюсь спортом не знал их фамилии не знал кто такой Сергей Степкин Роман Сильвестр смотрю вроде нормальные хорошие хорошего уровня спрашиваю кто такие Степкин был спарринг-партнер Костя Дзю я думаю как же вернуть деньги потом спрашиваю откуда они из Подольска а только что был телевизионный сюжет что построен из данной эксплуатации новый ледовый дворец в Подольске и прямо сразу едем в Подольск арендовываю этот дворец и Степкину привожу оси дюрана вот это классика то что будут смотреть когда белый дерется с черным а у вас был какой-то консультант как человек который не из этого бизнеса вдруг да да он там описывал кулачные бои белый с белым не смотрят черное белое смотрят вот достаточно быстро нашли соперника и начали продавать билеты то есть у меня в минусе была сумма тысячи пятнадцать долларов билеты стали продавать за неделю пятьдесят тысяч долларов за примерно неделю до боя обратилась телевидение с просьбой снять и показать прям вот так легко и просто первый турнир тут же отбивается нашли вся страна об этом говорит интрига приедет или не приедет Костя Дзю советский спорт выходит с первой полосой что турнир в Подольске куда наверное приедет Костя Дзю тогда складывается впечатление как будто раньше турнира было проще успевать звезда то есть у вас первый турнир тут же телевидение обращается тут же звезду привозите плюс по билетам потом подходит два человека и говорят мы бы хотели попасть в рекламу на первый канал на улице разговариваем у них сорок первый москвич один из них за рулем вот кто вы водка продаем там две фуры в неделю хорошо а этот турнир мой транслировал уже первый канал и я обратился дальше на первый канал вот есть такое обращение хорошо сколько должно это стоить 57 раз в году можно показать бокс один раз ну примерно 50 тысяч долларов умножаем 3 миллиона вышел этим людям сказал мне у нас нету Яшкиной мамы есть это была водка Немиров я так и подумал да я просто потом продавала 8 человек удивляет с какой легкостью вы это описываете то есть вы инженер сейчас врезались в этот бизнес еще тогда очень динамичное время большое количество интересантов и апогеем всего этого было Немиров представляет а в ринге водка парламент мы каждый раз друг другу ничего не уступали договаривались двигались а так моя карьера как промоутер удалась почему бобаром что хочу купить телевизионные права и спонсорство привет как тебя зовут купил другому купил уважаемый человек Фрэнк Уоррен куплю тебя 20 шоу а кто ваши родители я просто хочу узнать откуда мама учитель папа водитель мама учитель начальной класса начальной класса просто как будто в вашей жизненной истории пропущен тот момент когда вы молодой человек после армии без денег с мечтой с желанием зарабатывать у нас хлоп и сразу уже совладелец огромная компания у меня было 11 тысяч рублей следствие службы стройбати регули стоило 5,5 и что вы сделали с этими деньгами жигули купил папе ну и оставшиеся жил достаточно хорошо но я штукатур маляр плиточник облицовщик высокого разряда если мои однокрупники шли что-то разгружать то я шел брал заказы на укладку кафеля платили и просто я в вашей биографии не вижу драмы знаете как по классическому развитию героя в любом сериале то есть должны быть какие-то испытания и потом он выходит на вершину успеха у вас этого момента нет вы в армии уже заработали 11 тысяч рублей драма она всегда в чем война например чеченская война она началась на моих глазах я видел танки которые входили в грозный видел людей в которых стреляли люди друг друга стреляли было встреча на которую мы ехали у нас сломалась волга и в то место куда мы должны были приехать видно там километров 10 ударил град прилеты не прилеты намеренная акция просто хотели подставить под это туда вели эту машину в которой вы были да но первый турнир и сразу трансляция на первом канале то есть должен турнир какой-то не получится второй получится чуть лучше а тут хлопы у меня талант и я его не подвожу и у меня есть как бы ангел-хранитель и при этом рядом с вами не было людей из спортивного бизнеса последний турнир драма вдруг объявляют что мы не даем деньги на последний турнир потому что там выступает тактаров монсон да резко включаем ресурсы убеждаем что у нас тактаров монсон делают они дают вплеск доли до 17 во время своего эфира потому что это основная аудитория канала люди примерно их ровесники которые хотят в ссср на дискотеку вы можете сказать что вы богатый человек пятеро детей да богатый а какой у отец кстати я имел честь познакомиться с двумя по моим сыновьями вот всех пятерых спросите и на всех мне нужно время ну вы злой строгий либеральный какой вы отец нет общая претензия что их балуют балуются да больше дают чем нужно было бы давать а не было у вас такого когда у вас появились сыновья как будто бы это возможность достичь через них достичь того чего не достигли вы и это может быть подтолкнули в какую-то профессию или что-то а кто-нибудь помогает вам в бизнесе в спортивном нет то есть сам иметь а есть сыновей да но они как бы на связи у старшего у него свой бизнес средний у него очень хороший английский он все время вот со всеми иностранцами он беседы сопровождает их организовывать все что с ними только что вы немножко неправильно поняли мой вопрос и сказали что вы все делаете сам но чаще всего у бизнесменов есть какая-то большая команда вы самостоятельно справляетесь почему я разделяю и делегирую полномочия но эти люди фрилансеры а то есть эти люди есть это постоянные люди да сейчас когда вот появилось так много промоушенов и внимание к единоборствам как будто бы снова возродилось да у нас мне кажется была такая небольшая яма и сейчас как будто всплеск может быть уже сходит пик но в общем и целом мне кажется что по сравнению с последней десятилеткой сейчас наиболее вот популярное единоборство и появляется много молодых промоутеров вот какой бы вам совет дали когда они начинают как им провести такой турнир чтобы Немиров вышел чтобы первый канал попросил трансляции это очень такой труд что ты должен быть все время на связи все время готов к бизнес действию или к какому-то трудовому все что нужно делать делал это не бизнес который состоит только из интересного две трети или больше это неинтересно монотонного труда но его нужно делать уметь делать и быть готовым к этому в этом бизнесе вас предавали? время проходило возвращались а вы? было то за что вам стыдно? нет нет все такое интересное и последнее что в вашей жизни главный друг и главный враг не обязательно это человек нет я думаю человек это родители дети это главное мои друзья главный враг это не брак наверное состояние здоровья очень тяжело болел и состояние собственной беспомощности когда ты болеешь? после болезни пришел на канал с кислородным баллоном и забыл закрыть кран у меня закончился кислород вот это вот ощущение твоей беспомощности что ты дышать не сможешь но после этого обостряется желание жить после этого ты начинаешь любоваться любым человеком к которому ты приближаешься листья тебе кажутся очень зелеными очень вкусно везде пахнет ценить жизнь больше начинаешь расскажите какие планы ждут зрители РНТВ в бойцовском кубе это находится за пределами моих знаний наступит время и опять вспышка наделаю еще много чего есть планы есть планы но рассказывать не хотите? нет материализовывать их нужно вот в воскресенье встречусь с Токтаровым вы сейчас уже его менеджер и не только в боях в кино еще и в кино в кино то есть мне придется поворачить старые американские связи закончилась спасибо отличное интервью благодарю вас что нашли время для нас спасибо спасибо спасибо